Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте, Ольга Станиславовна. Чем вас сегодня кормят на All-Inclusive? Че сам достал с холодильника, чем и кормят. Чего в шведском холодильнике нашел? Так, у него здесь икра, сливочное масло, варенье было. Он его в творог положил. Плавленый сыр. Тут нет плавленого сыра, они съели, пустую положили, чтобы не мыть. Хотя можно выкидывать, да, они, наверное, не знали. И творожный сыр. Его тоже можно выкидывать. Хлеб, пап, черный кушай. Этот мы вчера купили, позавчера, а черный, знаешь, когда купили, уже, наверное, неделю назад. Так что я же... Он пока не порезаный, так и будет стоять. Ну, сейчас я его нарежу. Так, а я сейчас покажу. А у меня, наконец-то, руки дошли до капусты. Ура! Сейчас моя капустка, ну, она вот тут у меня полтора дня пролежала на столе. В принципе, она себя отлично чувствует. Ничего с ней не стало, потому что мы на ночь открываем. Тут довольно холодно на кухне. Слушай, бабулина эта банка стала выпуклая. Мои, главное, все впуклые стоят, а бабуля варит банку свою, и она выпуклая стала. Надо открыть срочно, я не знаю, что сделать. Да, открыть надо? Ну да. Вот, капусту солю. Сперва, смотрите, замахнулась на вот этот таз. Положила туда один качан капусты, а он полный таз занял. Она, капуста, она полный таз заняла. Короче, достала свой большой фиолетовый таз. И делаю опять еще раствор. Остальную капусту сейчас. У меня всего три качана. Здесь всего вот только одна лежит. Вот, оставшиеся два качана сейчас тоже порежу, нарежу и брошу сюда, раствором залью. А знаете, как, Алексей тоже не знает, сейчас тебе расскажу и зрителям тоже. А знаешь, как в старину людей сравнивали корейцы, которые такие, экономные, скажем так, да, люди. Говорили, что этот человек настолько экономный, что даже когда зимой капусту солят, от того, что соли жалко, капуста обратно в огород хочет убежать. Мало солят стоим. Ну да. Короче, нужно сделать очень-очень крутой раствор соляной. И капусту подержать пару дней в этом растворе. Вот, у нас будет скоро чемчи. Ты рад? Да, Миша рад особенно. Миша любит, да, Миша рад. Вот, смотрите, еще что нашла. Так, я тут открыла соль, надо прибраться. Ножнички на место. Вчера разбирала там вещи около компьютера. Куча бумажек пола выкидывала и нашла Алексеевскую маску. Вот. Многоразовая она, ее надо постирать. И может Алексей осмелится. Осмелился бы такую маску надеть в магазин. Не знает, говорит. Друзья, напишите в комментариях, осмелились бы вот такую маску надеть в магазин. Мы во Вьетнаме покупали. Она хэбэшная, двойная. В поликлинику, да? Да, в поликлинику, ага. Она хэбэшная, двойная и многоразового использования ее нужно постирать. Вот, Тиму пришел примерить. Хэ-хэ, смотрит. Вот. Ладно. В общем, сейчас позвоню маме, скажу, что ее баночка пытается взорваться. Вот. Алексей, стоять бояться, руки вверх. Алексей мне сейчас анекдот рассказал. Я тут смеюсь, говорю, давай зрителям тоже расскажи. Давай, пока вспомнил, рассказывай. Да это про женщину. Пришла к врачу и говорит, у нас ребенок плачет постоянно, что делает, посмотрите его. А врач говорит, какое-то название интересное. ООО «Союз святого Иоанна Воина». Не отвлекайся. Иоанна Воина. Не отвлекайся. Ничего себе. Давай. Этот. Плачет и плачет. А он на искусственном в карте. А, маленький ребенок совсем. Он говорит, в грудном скармливании или искусственном? Она говорит, на грудном? Говорит, раздевайтесь, снимайте бюстгальтер. Сняла все. Он стоял, мял, 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 грудь ей, мял. Потом говорит, женщина, у вас же молока нет. Она говорит, ну, вообще-то я его тетя, но я не жалею, что к вам пришла. Смешно? Кому нравится, ставьте лайк. Ты мой зайчик. Приветик. Приветик. Ты жилетку не потерял? Нет. Лиза тебе лежит. Такую красоту сделал ребенок у нас. Посмотрите. Вы только посмотрите. Это лисенок, да, у него? Нет. Пикачун. А вот это что, на носике как будто лиса? Смотри, вот так, если посмотреть. Это кошечка. Кошечка? Вот еще его хвостик. Кошечка. Кошечка. Умка такой. Молодец. Я тебе. Спасибо, дорогой. Она держится еще. Я соскучилась по тебе. Как у тебя дела? Хорошо. Как твоя ножка? Получше уже. Вчера не стоит. Молодец. Сейчас мы ее с тобой выдадим, мазью натрем и эластичный бинт оденем, да, солнышко? Угу. Мишутку вчера, в общем, поставили на тренировки по дзюдо вместе со взрослым мальчиком в спарринг. Вот. И взрослый мальчик какой-то прием ему сделал, что Мишутка упала, у него ножка теперь болит. Ну, мы ходим на массаж ножек, нам сказали, что ничего критичного. Но, видимо, связку потянул немножко. Поэтому сказали, чтобы мы ограничили физические нагрузки к травматологу. Нет необходимости вести ребенка. Вот. Ну, я ему эндомицин, да, Леш? Что такое эндомицин? Ну, который ты Олегу мать покупал. Нет, ты травмин, говорю? Нет. Эндомицин. Сейчас я покажу. Эндомитоцин, вот. Эндомитоцин мажу. И хочу сейчас еще эластичный бинт одеть. У нас так жарко, топят батареи. Просто невыносимо. Я вот так на стишок наоткрыла. Вот. Скоро-скоро уже. Обещаю. Честная-пречестная. Сейчас детки у себя порядок наведут. Видите, у них еще бардачина. И я вам сниму обзор квартиры долгожданный. Да, Мишись? Рубашку уже в стирку кидай. Ручки мой. И садись за уроки. Нам, в принципе, немного. Ну, хорошо. Читать рассказ. По математике ничего не задали. А какая-то... Вот такую вот. Ну? В одном столбике. В двух столбиках 65. Ну? Я уже эти два столбика почти сделала. Ага. Молодец. Правда, нам пять столбиков. Ну, пять столбиков надо решить? Да. Ну, решай. Мишута, молодец. Мишута, умка. Вчера вообще один урок математики он две пятерки получил. Да, Миша? А на ИЗО он из-за того, что по утрам ходит на массаж ножек, на ИЗО он пришел за 10 минут до урока и тоже успел получить пятерку. Нет, за пять минут до конца. За пять минут до конца даже? За пять минут до конца урока и тоже успел получить пятерку. Умка такой. Сделала маленького лисенка, но потом Ксюша Карауш не посмотрела, куда ее ты и его раздобила. Понятно. Ну, бывает. Так. Я сделала уроки время. Надеюсь. У нас здесь склад носков стиранных. Короче, у нас такая проблема. Смотрите. Вернее, у наших мужичков у Олега и у Папы Леши. Короче, мы им купили абсолютно одинаковые носки, но разного размера. И теперь после стирки они имеют вот такую вот кучу общих носков. Потом разбирают. Короче, смотрите, что хочу сделать. Так, это вода бутилированная. Сейчас я ее на кухню отнесу. Вот это я хочу открыть и вам показать. Нам подарили вот такой вот постельный комплект. Вот. В тематике Америки. Америка это страна, в которой мы мечтали побывать бы. В Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Вот это наш постель. Нет, это для взрослых. Видишь? Двуспальная. И в Океане. Где там Океан у них? В Майами. Вот. И нам вот такое постельное белье подарили. Сейчас я открою, вам покажу вблизи. Сейчас в спальню отнесу. А здесь изголовье я хочу прибрать. Надо придумать, куда мне фен свой положить. И банки, которые у меня не поместились в кладовку. А в кладовке уже в три слоя банки стоят. Друг на друге по три банки стоят. Вот. Я хочу вот здесь вот эту салфетку постелю на изголовье. И баночки вот здесь сложу. Вот. Друзья, посмотрите, какая красота. Слушайте, я счастлива. Мя дай мя. Спасибо вам огромное. Это просто нереальная красота. Это просто вообще... О, как красиво. Блин, мне нравится. Америка. Америка. Флаг американский. Короче, здесь одна огромная простынь. Сейчас я вам размеры все покажу. И этот пододеяльник. Блин, как же это красиво вообще. Смотрите. Вау. Просто вау. А две эти налочки 70 на 70. Вот такие квадратные. И две налочки 50 на 70. У нас вообще подушки 50 на 70. Поэтому 70 на 70, я не знаю, либо надо будет перешить. Либо надо будет, не знаю, что сделать. Посмотрим. Подумаем. Но вообще я вам хочу сказать, что вот этот рисунок, который на подушке 70 на 70, он более симпатичный. Потому что здесь, видите, и флаг поместился. А там сейчас я вам покажу. А вот здесь только этот. Ну, просто вот синенькая, видите? Вот она. Просто синяя с белым. И вот здесь кусочек машинки. Поместился. Вот. А большие подушки, для больших подушек, вернее, налочки, они вот такие вот красивые. Это просто вау, вау, вау. Спасибо огромное. Я счастлива. Я очень счастлива. Смотрите, здесь... Второй... Мишутка так завидует нам, говорит, а я нет, говорит. У вас теперь такая красивая кровать, а у нас, говорит, нет. В общем, вот, смотрите, как это выглядит. Второй комплект точно такой же. Открывать пока его не буду. И здесь, смотрите, пододеяльник 200 на 220, да. Простыня 220 на 240. И две налочки 70 на 70, две налочки 50 на 70. 70 на 70, я думаю, надо будет их как-то перешить. Подумаю, короче, что сделать с ними. Вот. В общем, вот такой подарочек нам достался от моей тети Медеми. Медеми, огромный привет и огромнейшее спасибо. Это просто мечта, а не постельное белье. Супер-супер. Good вообще. Это... Так красиво. Просто нет слов. Я потеряла до речи. Очень красиво. Америка. Мечта. Вот. Сейчас я это все отправлю в стирку. Мы это высушим, а потом постелим. Застелим нашу с Алексеем постель. Ой, Мишутка так хотел себе. Но у них-то маленькие кроватки. У него односпальная вообще кроватка. Кресло-кровать раскладывающиеся. Вот. Я ему пообещала, что когда-нибудь, если встречу такой комплект постельного белья на его кровать, то обязательно куплю. Потому что он прям... Мама его счастлива, а он говорит, а я несчастен. Потому что у меня нет такой кроватки. Постельного белья, вернее. В общем, купим обязательно, если увидим где-нибудь в магазине для односпальной кроватки. Комплект. Вот. Все это надо будет перестирать, а потом застелить все это. Поэтому сворачиваем лавочку и отправляем все в стирку. Итак, друзья, не знала, куда деть со сголовья свой фен. В итоге я его увидела вот здесь, гвоздик. Это еще от старых хозяев. Старые хозяева, кстати, у нас коллекционировали эти... Тарелки, по-моему. Тарелки. И если вот так в профиль стену нашу посмотреть, то все вот эти вот... Вот гвоздик. Видно вам сейчас где? Вот гвоздик, вот гвоздики. Это все вот они тарелки свои сняли, а гвоздики остались. Поэтому у нас вся-вся-вся стена в этих гвоздиках. Ну, мы свое тут уже понавешали. Тарелки нам не интересны как-то. Так исторически сложилось. Хоть мы много путешествуем, но тарелки не привозим. Вот эта вот штука понравилась. В Болгарии купили. Вот. А тарелок у нас, по-моему, ни одной и нету. Ну, мы тут свое. Видите? Здесь шаржи всякие, детские фотографии понавесили. Здесь там красоту всякую понавесили. Вот. У нас своя тема, короче. Своё понятие о красоте. Вот. И торчал здесь от старых хозяев гвоздик. И я решила, что прям этот гвоздик идеально подходит для того, чтобы здесь висел мой фен. Вот так вот повесила свой фен. Не знаю, вот так ходишь. В принципе, это выше человеческого роста. И вот эти провода, которые торчат, они не мешают. Во всяком случае, надо у Алексея спросить. Я и дети, мы эти провода точно не задеваем. Потому что в ванной комнате нет места для фена. И я вообще не хочу в ванной комнате, потому что там очень сыро. Несмотря на то, что шахта есть, вентилируется всё. Но всё равно там, когда накупается, особенно Олежка напарит, всё стекло, всё зеркало, вернее, полностью в этом. Мутная, короче, пар. Пар на зеркале. Вот. И чтобы там хранился фен, я не хочу, поэтому я его храню. Вот здесь на изголовье хранила, хранила его, а сейчас повесила вот сюда. Я думаю, здесь прям идеально. А изголовье, на изголовье вот так баночки свои поставила, которые не поместились в кладовку. Вот. Здесь у нас пакеты какие-то лежат. И вот это вот солнышко ОУФК. Это ультрафиолет. Вот как это выглядит. Вот ОУФ-02. Видите? ОУФВ-02. Солнышко называется. Этим аппаратом мы дезинфицируем продукты, которые приносим с магазинов и так далее. Здесь Мишутка выставил свою форму, чтобы на выходных постирать её. Это физкультурная форма. Вот так он её складывает. И соответственно приносит домой вот в таком состоянии её. Вот. И здесь у нас ещё лежат коробочки. Вот эти коробочки у нас для работы нам постоянно нужны. Старую сковороду я давно говорю Алексею отвезти в этот. В гараж или сдать в чермет. Потому что я её пользоваться уже не буду. Она мне не нужна. Ну она у нас вот прижилась теперь на изголовье. Короче, я почищу изголовье, и почищу вот здесь вот. С куртками разберусь. Тут мешки детские с обувью, тренировочные сумки, всякие там со сменной обувью. Короче, наведу тоже порядок в коридоре и скоро сниму вам долгожданный, многообещающий обзор квартиры. Да, Тимонечка? А Тимонечка всё себя моет, моет, вылизывает. Вот. В общем, на такой вот нотке мурлыковой будем заканчивать наш влог. Если видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх. Тимошка здесь с моими висючками играется. Вот, видите? Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите ещё. Тимон, помаши, помаши лапкой. Пока-пока. Приходите ещё.